Девушки отдыхают К Олимпиаде в 2020 году, которая пройдет в Токио, сделали комплекты медалей из частично переработанных нерабочих ваших ноутбуков, смартфонов, планшетов и так далее. И, между прочим, было собрано практически 79 тонн техники, которая никому была вроде как и не нужна. И еще, друзья мои, такая новость. Для тех, кто хочет максимально круто провести это лето, свои каникулы. Яркое событие этого лета. 3 августа. Аэродром Боровая. Фестиваль «Рок за бобров». Ведущий фестиваля Юрий Дудь. Мумий Тролль. Ляпис 98. Баста. Литл Биг. Ведущий фестиваля Юрий Дудь. 3 августа. Аэродром Боровая. «Рок за бобров». Выиграть билеты на это мероприятие можно будет и в нашей программе, так что внимательно следите за выпусками. Ну а сегодня победитель нашего интерактива, а точнее их будет два, заберут эти ребята два пригласительных в спортивный комплекс олимпийский. И там они круто тоже могут провести каникулы в бассейн, в банке. В общем, классно, друзья мои, тренажерный зал. Так что, кто еще хочет в школе, к школе выглядеть классно и здорово, участвуйте обязательно. Что вам нужно для этого? Для этого вам нужен рабочий смартфон и интернет. Заходите на сайт kahu.it. Ссылочку увидите внизу вашего экрана. Вводите вот эти вот цифры, которые находятся за моей спиной и внизу экрана. 1, 4, 3, 2, 1, 8. Совсем скоро я дам старт нашему интерактиву и самое активное, смекалистое. Адер, сегодня победу. Ну а пока что давайте посмотрим спойлер сегодняшнего выпуска. Сегодня в программе. Они должны быть не слишком низкими и не слишком высокими. Обязаны следить за своим весом, не имея тату и уметь отлично плавать. Кто это? Узнаешь совсем скоро. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь ста и туч. Только как ты это делаешь и зачем? Разберемся. Если в школе звонок только для учителя, то для кого звенит третий звонок в театре? Узнаем из очередного занимательного урока русского языка. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Ну а мы переходим к нашей новой рубрике «Немного о науке». Там мы вам расскажем, как круто можно провести время с помощью физики или химии. А вот чтобы узнать тему нашего сегодняшнего эфира, я предлагаю вам ответить на первый вопрос нашего интерактива. Итак, даю старт. Кто еще не успел присоединяйтесь, друзья мои, какой кассовый прокатный фильм в истории? Итак, это самый-самый кассовый, пожалуйста. Это «Аватар», это «Мстители» финальная часть, «Унесенные ветром» или же это «Операция И». Итак, кстати, правильный ответ, точнее частичку правильного ответа вы уже слышали несколько секунд назад. И я вам так скажу, друзья мои, что в пересчете на нынешний курс сумма сборов составила 3 миллиарда 703 миллиона долларов. И это первая в мире полнометражная цветная кинокартина, снятая по трехплёночной технологии «Техниколор». Вот так вот время вышло, и я хочу узнать, знаете ли вы ответ? Нет, друзья мои, не «Мстители». Наверное, кто смотрел «Мстители», думал сразу точно «Мстители», но нет. На самом деле, правильный ответ – это «Унесенные ветром». Ветром. Подсказка же была сегодня в нашем спойлере. И поэтому, говорит, друзья мои, мы сегодня будем про ветер. Но вот чтобы узнать, что вообще он из себя представляет, мы решили в нашей студии устроить такую мини-лабораторию. И поэтому прямо сейчас мы даже в жук и перемещаемся. Сейчас, простите, секунду. Но этот ветер не выглядит разрушительным. Так, в чём вопрос? В последнее время в Беларуси участилось количество ураганов. Я специально пришёл в студию пораньше, чтобы проверить, так ли опасно это штормовое предупреждение. На этих кадрах мы видим разрушительные действия урагана, который произошёл в Беларуси. Вывернутые деревья и повреждённые машины – привычная картина для этой стихии. Так как же ветер воздействует на предметы? Давайте разбираться. Для начала давайте разберёмся, что же такое ветер. Ветер – это движение воздушных масс. И для того, чтобы это проверить, нам нужен специальный прибор, который будет продуцировать эти массы. И чтобы проверить, как ведут себя предметы под воздействием ветра, давайте включим и поэкспериментируем. И главный фактор при воздействии ветра – это, конечно же, парусность. Возьмём листик и поставим его перпендикулярно потоку воздуха. Логично, что он падает и улетает. Но если взять его и поставить вот таким способом, то он будет держаться и не улетать. Почему? Потому что парусность у торцов листика почти нулевая. Парусность – это свойство любого предмета воспринимать энергию воздушного потока, то есть ветра. И чем больше поверхность, на которую дует ветер, тем больше загружительной энергии получает этот предмет. Мы поговорили про парусность. Сейчас мы поговорим про плотность воздуха. Если мы возьмём шарик лёгкий и запустим наш экспериментальный двигатель, то мы видим, что шарик будет удерживаться. Плотность проверили, она есть, и её можно увидеть даже вполне себе наглядно. Так как мы проверили наличие плотности? Всё просто. Если у нашего воздуха не было бы плотности, то шарик бы просто упал. А так воздух его толкает снизу и удерживает его. Но давайте поговорим о скорости. Что мы знаем про скорость ветра? На тех кадрах, которые мы смотрели в начале, скорость ветра где-то 25 метров в секунду, а если пересчитать на привычные нам километры в час, это будет около 80. Здесь около 140 километров в час. Так когда ветер превращается из лёгкого бриза в разрушительный ураган, всё дело в объёме воздуха. Но где же нам в студии взять такую штуку, которая будет с огромной скоростью перегонять огромные объёмы воздуха? Хм, отправлюсь-ка я на поиски. Ну что же, пожелаем Паше удачи в поисках огромного фена. А пока что давайте разбираться вообще, почему дует ветер. На самом деле он зарождается из-за неравномерного распределения давления в нашей атмосфере. То есть если бы не солнце, суша и мировой океан, то, мне кажется, температура вообще на всей нашей планете была бы одинаковой. И влажность тоже, и, возможно, ветра бы мы никогда не почувствовали. Итак, хочу задать вам очередной наш вопрос, нашего интерактива. Кстати, ответ правильный был в нашем сюжете. Друзья мои, что же такое парусность? Парусность, внимательные вы мои, пожалуйста. Это похожесть предметов на парус, это возможность испускать пар, это свойство предмета воспринимать энергию ветра, или же это измерение силы ветра. Вы мне, кстати, можете спросить, Таня, мы не моряки, нам не нужно знать, что такое парусность. А вот и нет, друзья мои. Все очевидно. Дело в том, что ветер действует на любые поверхности, будь то дом или книга, которую вы поставите. Если вы знаете, как он действует, то проблемочек у вас будет гораздо меньше. Ну вот смотрите, можно не сломать зонт, если знать, как правильно управлять парусностью. Смотрите, если ветер, точнее зонт нужно ставить верхней стороной против ветра. Если вы поставите наоборот, то вы просто свой зонтик сломаете. Но если вы, конечно, чувствуете, что ветер дует с такой силой страшной, то лучше, конечно, куда-нибудь спрятаться, в магазин зайти или в кафе, чтобы и зонт не сломать, и себя уберечь. Итак, если, кстати, вы тоже, например, хотите сделать крутое селфи, когда едете в автомобиле, да, вот вы высовываете руку с своим гаджетом, вы можете свой гаджет быстренько, в секунду потерять, потому что это раньше были телефончики, знаете, махонькие такие, в ручку помещались. То сейчас у вас такая, не побоюсь этого слова, лопата. Телефоны нынче большие, и ветер будет действовать на вот ваш гаджет. Соответственно, он его сдует в секунду просто, так что будьте аккуратны. Смартфоны нынче стоят дорого. А вот что такое парусность, большинство ответило верно. Это свойство предмета воспринимать энергию ветра, друзья мои. Ну, внимательно вы смотрите наши сюжеты, мне приятно. И Паша, я думаю, тоже радуется. Ну что же, пока мы с вами учимся использовать парусность во благо, Паша продолжает искать, что искать продолжает. Он огромный фен ищет. Как вы думаете, получилось у него что-то? Давайте смотреть. Поиски огромного фена нас нанесли в Логойск. И зачем мне зимние перчатки летом? Что это за шум и почему я в этом костюме? Узнаем буквально через секунду. Сегодня мы приехали в аэродинамический комплекс, где у нас представлена аэродинамическая труба. Это тренажер свободного падения. Он был предназначен изначально для тренировки парашютистов. То есть парашютисты отрабатывали какие-то элементы не в воздухе, а непосредственно в самом тренажере. Принцип действия аэродинамической трубы – это стакан, где диаметр лет на зоне 2,5 метра. Вас поднимает воздух за счет двух вентиляторов, которые установлены снизу, и они работают за счет двух сильных моторов. Ну что же, завеса тайны приоткрыта, и осталось только изучить технику безопасности. Ведь это не аттракцион, а серьезный тренажер. Павел, сейчас часы, кольца, браслеты, сережки, цепочки, все, что есть, все снимаем, чтобы вообще ничего не было. Я могу понять, что нужно проверить противопоказания по здоровью. Но зачем снимать часы, украшения и освобождать карманы? Это я пойму чуть позже. А сейчас время инструктажа. Добрый день. Добрый. Присаживайтесь. Сейчас мы начнем подготовку к нашему первому полету в аэродинамической трубе и начнем с экипировки. Как нам всем известно, экипировка в аэродинамической трубе нужна для правильного положения тела и стабильного полета. Оказывается, поток в трубе настолько сильный, что может сорвать с тебя даже ботинки. Так что не зря я снял с себя все лишнее. Носочки тянем от себя, колени примерно под 45 градусов, вот небольшой прогиб в области поясницы, грудь вперед, подбородок вверх. Смотрим, как я говорил, только прямо. Начинаем ворочать головой, смотреть по сторонам, нас начинает ворочать по стакану. Почему такое происходит? Поворачиваем голову, площадь больше, нас начинает поворачивать. Руки держим перед собой, назад мы их не отводим, вверх не поднимаем и локтями поток не прогибаем. Держим параллельно полу и хватаемся за поток. Так как в аэродинамической трубе очень шумно, мы общаемся при помощи жестов. Мои пальцы словно у вашей ноги. Если я показываю жест, прямые пальцы, вы ноги в коленях начинаете разгибать. До жеста стоп. Окей, зафиксировали. Согнутые пальцы, ноги, соответственно, сгибаем. Точно так же до стоп. Разогнули плавно. Хорошо. Согнули. Смогательные жесты как? Расслабиться и плавно. Чем плавнее ваше движение в трубе, тем приятнее ваш полет. Кстати, вы можете придумать свои жесты с друзьями. Это ускорит общение и выглядит ну очень круто. По поводу рук. Если же я поправляю одну руку, вторую вы делаете сами симметрично. Обязательно у нас должна быть симметрия одной половины ко второй. И вот мы выходим к аэротрубе. Инструктор тестирует, достаточно ли скорость потока, стабильность работы, хорошо ли разогретые двигатели, ну и, конечно же, разогревается сам. Ну что же, время приключений. Я делаю шаг в настоящую бурю. Даже после длительной и профессиональной подготовки буря мне не подвластна. Малейшее неверное движение и меня закручивало и бросало по трубе. Благо инструктор всегда был на готове. Максимальная скорость в стакане в полетной зоне – это до 240 км в час. Естественно, все регулируется пультом управления. Можно дать меньше, можно дать больше. То есть данная скорость 240 – это для профессионалов. Для любителей 110-130 хватает вполне. Все дело в том, что когда ты в свободном падении, мозг не может адаптироваться. А если прибавить к этому стресс, то мы становимся абсолютно бессильны над стихией. Теперь вы точно знаете, что штормовое предупреждение – это вам не шуточки. Но, может быть, вам не говорят сейчас эмоции. Давайте спросим профессионала, насколько это безопасно. Да, данный тренажер безопасен. Входя в полетную зону стакан, снизу сетка ограничительная, то есть вы не упадете вниз, и сверху сетка ограничительная. Плюс с вами в стакане находятся инструкторы для обеспечения вашей безопасности. Что любопытно, сюда допускают в возрасте от 4 до 100 лет. Главное – проходить по медицинским показателям. Но самое важное, что я хочу сказать – это незабываемый опыт, который стоит испытать на себе. Интересно, а у вас получится с первого раза? Паша, да то, что ты не вылетел из этой аэротрубы, это уже хорошо. А я вот тут подумала, если вот такой вот фен использовать для укладки, это ж какой у вас объем получится. Но я бы не рискнула. Друзья мои, самое внимательное. Следующий вопрос, милая и моя хорошая. Для чего используется аэротруба во всех просто красках. Паша только что вам об этом рассказал. Для развлечений, для отработки фигур высшего пилотажа, для создания дополнительного ветра или же для изучения свойств ветра. И я вам спешу напомню, что скорость ветра в аэротрубе – 240 км в час. Для сравнения, максимум в Беларуси был зафиксирован 114 км в час. Благо, такие порывы ветра у нас случаются крайне редко, но тем не менее они у нас случаются. Ну что же, буквально пару секунд до правильного ответа. Тест на внимательность у нас сегодня. Итак, для чего же используется аэротруба? Нет, на самом деле, возможно, кстати, для развлечения тоже. Но в первую очередь для отработки фигур высшего пилотирования. Друзья, поздравляю, кто выбрал правильный вариант ответа. Но, кстати, ветер несет не только разрушительную силу, там масса всего полезного. Например, можно производить электричество, не рискуя ядерной аварии и не загрязняя атмосферу. Например, в 2010 году при помощи ветра в мире было выработано 2,5% всей электроэнергии. Больше всего в 2011 году в Дании получилось добыть 28% от всего датского электричества. Так что масса всего полезного и интересного. Ну что же, друзья мои, урок про ветер на сегодня завершен. У нас с вами небольшой перемен, у нас с вами небольшая рекламная пауза. А сразу после узнаем ответы на вопросы, которые не дают покоя пассажирам самолета. И разберемся, как же стать обладателем самой воздушной профессии. Оставайтесь с нами. Друзья мои, летали ли вы на самолете? Мне кажется, если летали, то явно видели на борту этих милых и приветливых стюардов. А знали ли вы, что эта профессия появилась только в 1928 году? До этого их заменял второй пилот, но это было небезопасно. Друзья мои, берите свои смартфончики, точнее, далеко их не откладывайте, потому что прямо сейчас уникальная возможность. Вы нам очень много присылали вопросов в нашу официальную группу во ВКонтакте, на почту. У нас даже есть видео, вопросы от вас. И мы решили пригласить в нашу студию бортпроводника. Давайте знакомиться. Ольга. Добрый день. Привет. Олечка, если ты готова, то прямо сейчас мы начинаем. Ты готова? Конечно. Итак, первый вопрос пришел на нашу почту. Людей постоянно заставляют садиться во время взлета. Зачем и что будет, если при взлете не сидеть, а стоять? А вы как себе сами представляете взлет в самолете стоя? В любом случае, для того, чтобы самолет оторвался от земли, он набирает скорость более 200 км в час. Я сомневаюсь, что при такой скорости кто-то просто сможет устоять физически. И также у нас идет колоссальная нагрузка и перепад давления на организм человека. И в любом случае, это соизмеримо, что-то в районе, если вам на плечи положат 200-килограммовую плиту. Я думаю, опять же, не каждый сможет устоять с таким весом на своих плечах. И когда человек находится в пассажирском кресле, вся эта нагрузка и давление просто амортизируется. То есть, я вот видела в интернете новое, что в некоторых самолетах, не в нашей авиакомпании белорусской, начали продавать стоячие места. То это как? Или это неправда? Не думаю, я думаю, что это неправда. Такого не может быть даже по технике безопасности, по международным каким-то меркам. Ну, смотри, вопрос от меня. Есть ли скидки вашим родственникам на билеты? Мы и члены нашей семьи, конечно, могут летать по определенным бонусам с авиакомпаниями, с которыми есть у нашей авиакомпании договор. Конечно же, все это есть. И мы пользуемся такими привилегиями с удовольствием. Вот так вот. Очень мне вот этот вот плюсик нравится. Следующий вопрос, Оля, нам написала Елизавета. Вам не обидно проводить инструктаж в самолете, когда на вас никто не смотрит? Совершенно не обидно, никогда об этом не задумывались. Как правило, на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования не обращают только те пассажиры, которые очень часто летают на самолете. А если же человек первый раз зашел на борт, это сразу же видно. Люди внимательные, четкие. Они следуют всем нашим инструкциям и все выполняют. Бывают такие моменты, что человек просто занят какими-то своими мыслями, и он может элементарно не закрыть столик, либо не застегнуть ремень. И для этого после демонстрации нашего оборудования мы проходим по салону и проверяем его на готовность. Кстати, я знаю, что в некоторых авиакомпаниях бортпроводникам советуют красить губы яркой помадой. Ну, или же есть, например, вот такой вот отличный вариант. Сейчас я вам его покажу. Очень веселый мужчина демонстрирует с чувством, с толком, с расстановкой. Покажи нам, пожалуйста, что-нибудь. Позитив, мне кажется, это его второе имя. Четыре выхода. Два в передней части. Оль, можешь с тобой комментировать? Два в хвостовой. В общем, на позитиве. Как минимум, он выполняет свою работу. И он сейчас стал, мне кажется, просто звездой интернета. Ну ты посмотри на него. Прям вот, эх, и счастье излучает. Итак, у нас есть следующий вопрос. И это уже видео вопрос. Давайте смотреть. Я хочу стать стюардессой. Нужно ли для этого иметь здоровье, как у космонавта? И как вообще ею стать? Ну, конечно, до космонавтов нам далеко. Но все же для получения доступа к началу этой профессии нам надо проходить врачебно-летную экспертную комиссию, на которой уже работают те самые люди, которые определяют, можно так сказать, пригодность вашу для работы в нашей сфере. Там проходятся всевозможные обследования, УЗИ, анализы, разговоры и тесты с психологом. Нас даже крутят на кресле для того, чтобы проверить наш вестибулярный аппарат. Практически космонавты. Практически, да. Когда человек проходит, и все у него со здоровьем хорошо, ему выдается на руки определенный сертификат, который в дальнейшем он уже может подавать на какую-либо авиакомпанию. В частности, как у нас, даже в данный момент, кстати, у нас проходит кастинг. И всем желающим стать, можно сказать, частью нашей небесной канцелярии, сейчас можно спокойно пройти кастинг и успеть подать свои документы на сайте авиакомпании, в разделе вакансии вы можете найти всю подробную информацию. Сколько еще времени есть у наших зрителей? Я думаю, срок недолгий, долг, где-то середина августа. Вот так вот, так что времени... Так что поспешите. Времени мало. Олечка, ты мне скажи, вот бывают перелеты длинные, спят ли бортпроводники во время таких долгих перелетов? Опять же, в нашей авиакомпании, к сожалению, пока нет на перспективе, есть трансконтинентальные перелеты. На коротких перелетах, по нашему определенному руководству, бортпроводники не имеют права спать. Мы постоянно должны бодрствовать, находиться в салоне, постоянно общаться с пассажирами, помогать им, если нужна какая-то наша помощь, предлагать наши услуги. В каких-то авиакомпаниях, где есть широкий фюзеляж самолета, конечно же, есть даже специально оборудованные места для сна-бортпроводников. И они полнозаконно могут там какое-то время находиться. Есть некоторые полеты, которые достигают и 14 часов перелета. В любом случае, каждому человеку нужен отдых. Но там свои условия, там свои определенные критерии ко всему этому. Вот так. Следующий вопрос, друзья мои. Не для бортпроводника, а для вас. Как вы считаете, какие требования при приеме на работу для бортпроводников девушек в прошлом веке были прям обязательными? Итак, не бояться летать, весить не более 52 килограммов, иметь хорошее чувство юмора или наличие корочки курсы медсестры? Я вам могу дать подсказку. Здесь просто 50 на 50. Здесь два правильных ответа. Оль, а какие, кстати, вот сейчас требования для того, чтобы попасть? Ну, в первую очередь, это состояние здоровья. Конечно же, учитывается при приеме на работу знание иностранных языков, внешние какие-то данные, критерии. И стрессоустойчивость человека ко всему. То есть после, опять же, получения сертификата, если человек попадает к нам на кастинг, уже на кастинге, ему задают определенные вопросы, смотрят, как бы, ну, уже дальше идут свои критерии подбора. Знание языков ты говоришь. То есть если там человек не говорит ни на каком, это 100% нет? Ну, конечно, потому что у нас очень много рейсов в Европу, и там надо постоянно общаться с персоналом. Вот так вот. Так, не вижу, какой же все-таки у нас правильный ответ выбрали, но время вышло. Чуть позже посмотрим, как вы ответили. А у нас есть следующий вопрос, и он видео. Вопрос смотрим. Недавно я летела в самолете, у меня заложило уши. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать? Что нужно сделать? Наверное, заложенность ушей – это самая распространенная проблема на борту самолета. Просто при взлете самолета происходит сильный перепад в давлении в организме человека, в внешней среде. Это и вызывает втягивание перепонки, тем самым заложенность уха. Наверное, самый распространенный и простой способ – это широко зевнуть, либо делать какие-то глотательные, сосательные движения, пить воду, либо сосать карамель. И в нашей авиакомпании как раз мы и раздаем карамель «Белавиа», которую в простонародье люди называют по старинке «взлетные». Вот так вот. И тогда у вас не будет закладывать ушки. Следующий вопрос тоже в видео смотрим. Вы всегда так прекрасно выглядите. Сколько времени вы тратите на прическу и макияж? И сразу с комплиментом. Конечно же, при принятии на работу нам каждому закрепляют своего стилиста. Шучу. Сразу скажу честно, при первых моих полетах это был большой нервоз, прическа не делалась, волосы не слушались, пучок был просто ужасный. Конечно, со временем это доходит до автоматизма, делается все это очень просто. И даже в своей повседневной жизни я очень часто хожу с такой прической, потому что это аккуратно, красиво и... И тебе идет. Да, спасибо. Следующий вопрос. Недавно я летел в самолете, и было тяжело ходить, не то что разносить еду. Есть ли какие-нибудь тренажеры, на которых стюардессы тренируются или нет? Про турбулентность. Фантазия безгранична. Конечно же, таких тренажеров у нас нету. Нигде, в принципе, их в авиации нет. Это все приходит с опытом. И в любом случае, если уже немножко углубиться в теорию, при турбулентности она бывает различная. Мы, конечно же, как правило, при слабой турбулентности, мы раздаем напиток, но мы делаем это с особой осторожностью. Это, как правило, только прохладительные напитки. И есть еще такой тип, как умеренная либо сильная турбулентность. При ней мы вообще заканчиваем обслуживание и также занимаем, как и пассажиры, свои места и закрепляем с ремнями безопасности. А были ли у тебя какие-то ситуации, когда немножко пролилось что-то на пассажира? И в моей практике встречаются такие моменты. Конечно же, это бывает. В первую очередь, что мы сделаем? В первую очередь я извиняюсь перед пассажиром и, наверное, бегу к нему просто с упаковкой салфеток на помощь. Помогаем убрать все вот эти последствия инцидента. И, как правило, никаких конфликтов никогда не возникает. Все это решается повторным предложением того же напитка. Кстати, друзья, мой следующий вопрос у меня к вам. А правда ли, что бортпроводникам полагается отпуск примерно плюс-минус 70 дней? Да или нет? Отвечайте, пожалуйста. Олечка, следующий вопрос у меня к тебе. От Марии. Написала нам в ВКонтакте. Вас учат боевым искусством, чтобы обороняться от опасных пассажиров. Или пассажир капризный, например, да, вам попался? Как вы заставляете себя улыбаться? Всегда улыбаться. Не знаю, как сказать, наверное, к счастью или, к сожалению, боевых искусств у нашей школы никаких нет. У нас ежегодно проходят, можно сказать, сокращенные курсы по самообороне на самолете. То есть мы знаем, что нам надо делать, знаем, какими оборудованиями мы можем воспользоваться для этого. Но, к счастью, ни в моей практике, ни в практике моих коллег таких случаев не было. Пассажиры у нас все послушные и хорошие. А вот скажи, пожалуйста, почему нельзя вставать до полной остановки самолета? И знаешь, когда вот самолет еще едет, а уже пассажиры встают, начинают с багажной полки там доставать свои сумки? Ну, во-первых, никто самолета никого не выпустит правильно раньше нас, пока мы не откроем двери. В любом случае, это тоже травмоопасно, потому что бывают всякие случаи. Командир корабля может резко затормозить. При открытии полок могут упасть какие-то личные вещи на голову другим пассажирам. Либо сам человек может просто не устоять и упасть, и повредить себя, и нанести вред своему здоровью и окружающим. Из-за этого нежелательно и как бы запрещено это делать. И я хочу, чтобы вы, друзья, помогли мне вынести вердикт. Честно ли, отвечала наша сегодняшняя гостья, пожалуйста, дай мне запустить плазму этот вопрос. Вы пока подумайте, в общем, честно или не честно. Мы сейчас попробуем, попробуем снова запустить. Оль, я хочу еще раз рассказать, как все-таки это кратко, пока идет, скажем, кастинг-набор в авиакомпании, как попасть? Коротко, что надо сейчас делать? В первую очередь, желающим попасть в нашу небесную канцелярию, надо обратиться в врачебнолетно-экспертную комиссию, найти телефоны, если есть для справок в интернете, прийти туда, там дается перечень анализов и всевозможных прохождений врачей, которые надо пройти. Все это проходится довольно быстро при желании. Если все у человека со здоровьем и хорошо, конечно же, потом ему выдается сертификат. С этим сертификатом, даже вот в нашем варианте сейчас, когда у нас проходит кастинг открыт, сертификат, человек регистрируется на сайте авиакомпании, оформляет там заявку на собеседование, где прописывает номер этого сертификата, и дальше уже ждет приглашение на собеседование. Если человека приглашают, он удачно проходит собеседование, потом принимают на работу, проходят обучающие курсы, и добро пожаловать в врач. И там понеслась. С какого возраста можно попасть? Покритерим с 18 лет. Олечка, я желаю тебе взлетов и мягких посадок, и пусть в твоей профессии все будет на высоте. Спасибо, что ушло время. И, кстати, прямо сейчас у нас запустился интерактив, так что вы можете все-таки вынести Ольге вердикт, честно или нечестно. Она отвечала во время рекламы, у вас будет 30 секунд, чтобы высказать свое мнение. Ну, а мы прервемся с вами на небольшую рекламную паузу, сразу после разберемся в ловушках русского языка, и убережем вас от самых-самых распространенных ошибок. Оставайтесь с нами. Реклама Это пин-код. Мы продолжаем. Друзья мои, слушайте название. Русский на каникулах. Страшилку с таким названием для вас неизменно готовит Катя Антонова. Но Катя говорит, что скучно не будет. Именно поэтому каждый раз она вас приглашает в какое-то новое место. Куда вот мы все с вами сегодня отправимся, прямо сейчас узнаем. Привет, друзья! Я думаю, вы уже привыкли к тому, что я зову вас на уроке русского языка в достаточно необычные для этого места. Вот давайте-ка сегодня сходим в театр. Пойдем. Спектакль выбран, билет куплен. Ну что, пора занимать места в зрительном зале. Но, кстати, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Давайте разберемся со зрительным залом по порядку. Пойдем. Доброго дня! Здравствуйте, Игорь! Рад приветствовать вас в зрительном зале нашего нового драматического театра города Минс. Игорь, цена билета зависит от того места, которое мы займем в зрительном зале. Вот давайте разберемся вообще, какие есть части зрительного зала. Самые дорогие – это первые ряды портера. Портер – это основная часть зрительного зала. Она как бы расположена чуть ниже плоскости сценического покрытия. Я вот немножечко почитала про историю портера и узнала, он похож на современную фан-зону или танцпол, верно? Верно, это так. Дело в том, что, в принципе, в портере, как таковом, не было сидячих мест. Это были места для театра. Они хоть что-нибудь видели оттуда? Безусловно. Они очень хорошо все видели, все слышали. И от того, насколько портер принял или не принял спектакль, в общем-то, зависел успех пьесы. Идем дальше от сцены и выбираем билет подешевле. Амфитеатр в античном театре – это вот, собственно, зрительный зал, который полукругом так вот расположен, с таким это, большим наклоном. Он имеет такой градус, что и акустический хорошо звук долетал до каждого из нескольких тысяч зрителей. Ну, видно было, кто поближе к сценическому действию, тому получше видно. А повыше? Что за места? Собственно, ложи Белитажа. Белитаж – это лучший этаж. Это те ложи, которые расположены вровень со сцены, со сценической площадкой. Когда у зрителя действие на сцене просто вот оно на уровне его глаз. – Неспроста, наверное, с французского переводится как «красивый этаж», «белитаж». – Да, лучше, а самый красивый. Вот. Ну, ложи повыше, ярусы подешевле. Ну, и балкон, галерка там, где, в общем-то, самые такие дешевые билеты. Ну, оттуда их уже видно. Там иногда видишь только макушечку артиста, который там на сцене находится. Да, театр – это прекрасно. И, как показала практика, учить там русский тоже возможно. Кстати, друзья мои, знаете ли вы, что у театра, как и у любого вида искусства, есть свои музы. И там их целых девять. И, кстати, есть муза эпической поэзии. Вот так вот она выглядит. Пожалуйста, познакомьтесь. Калиопа, ее зовут. И мне кажется, если бы в Древней Греции надо было бы учить тонкости языка, обращались бы вот к ней. Но у нас ее нет, и у нас есть Катя Антонова. Поэтому, Катюша, тебе слово продолжай. Сейчас из моего места в первом ряду портера я перемещусь на сцену и разберемся с коварными и опасными словами там. Пойдем. Ну вот она, сцена. Приятно на ней стоять, скажу сразу. Но давайте все-таки не будем только наслаждаться, но и что-то будем узнавать. Ее части давайте разберем. Составные части сцены. Ну, собственно, вот в этой сценической коробке это и есть сцена. А то, что перед ней, то, что вот перед портальной стеной, это аванс-сцена. Впереди. То, что, да, перед сценой. Есть еще арьер-сцена. То, что сзади. То, что находится за задником. Но я вижу, что у вас есть занавес. И знаю, что известное выражение «железный занавес», оно тоже пришло к нам из театра. «Железный занавес» – это такой противопожарный, многотонный железный занавес, который в случае экстремальной такой вот ситуации, пожара, он просто опускается, отделяя сценическую коробку от зрительного зала, чтобы, не дай бог, публика не пострадала. А актеры? Актеры всегда такое племя, отверженное. А что же мы смотрим в театре? Спектакль, пьесу, постановку? Вот с этим давайте тоже разберемся. В театре мы смотрим спектакль. Спектакль – это уже конечный итог. Пьеса – это произведение литературы. Литература отдельный вид искусства. Театр – это совершенно другой вид искусства. Простым языком я правильно понимаю, что пьеса – она в книге, спектакль – он на сцене? Абсолютно верно. А постановка – это, собственно, процесс постановки, пьесы, спектакль. Кстати, я знаю, что в нашей столице действуют 23 театра, а самый старый – это Национальный академический театр имени Янки Купала. Вот мне интересно, 23 театра, а смогла ли Катя провести урок русского языка в каждом из них? Честно говоря, не знаю, но давайте вернемся вот в тот, где они прямо сейчас и находятся. Режиссер – слово пишется с двумя буквами «С». Это человек, который главный и кто отвечает за постановку. А вот человек, который отвечает за красоту актеров на сцене – это гример. А вот его название пишется с одной буквой «М». Точно так же, как и гримерный цех. Она же гримерка и он же грим. Все это пишется только с одной буквой «М». Ну а сейчас поговорим о тех людях, которые делают постановки вот на такой вот сцене. Это актеры. Я знаю, что труппа – это группа актеров. И там, и там две буквы «П». А вообще, сколько же актеров может быть в труппе? Разное количество бывает. А в вашей труппе? В нашей труппе 26 актеров. А вообще, в больших академических театрах там труппы большие. Там бывает до полутора сот человек. Ну, человек 140. Самая главная актриса в труппе – это Прима. Она же Прима Донна. От итальянского «Примо первый». Донна – это женщина. Вот все актрисы стремятся стать Прима Доннами. А вот если мы будем говорить о музыкальном театре, там самый главный – дирижер. А вот среди всех музыкантов – самая главная первая скрипка. Это тот человек, по которому настраиваются все остальные музыканты. И если дирижер вдруг уронит свою палочку, либо забудет, как дирижировать, все подхватят вслед за первой скрипкой. И именно первой скрипке в конце музыкального произведения дирижер пожимает руку. В повседневную жизнь тоже вошло выражение «первая скрипка». А здесь оно уже означает человека, за которым все идут и на которого все равняются. Ну, например, Вася может быть первой скрипкой в дворовом футболе, а Лена может быть первой скрипкой в кулинарии. И вот если мы уже заговорили о музыкальном театре, то то, что отличает строение его зала от того, в котором мы находимся сейчас, это оркестровая яма. Примерно здесь вот она находится. Там сидит оркестр и поддерживает то, что происходит на сцене, музыкой. Именно оркестровая, а не оркестровая. Я вот слышала, когда эту сцену красиво так называют театральные подмостки. Откуда пошло это выражение? Ну, это пошло с тех времен, когда еще были такие площадные театры, не стационарные. И они устраивали на площади такое возвышение, такой деревянный настил, который был, ну, как бы на таких опорах, как козлы такие стояли, деревянный. И на них настилали такие щиты деревянные. Вот это, собственно, и были театральные подмостки. Итак, на сегодня наш урок окончен, но вы пока что не свободны. Что нам осталось сделать? Подвести итоги нашего интерактива. Итак, победителями сегодня, точнее, на пьедестале у нас Максим 48.04. Ты набрал, молодец. И на втором месте у нас Мышонок. Друзья мои, я вас поздравляю. Каждому из вас достается пригласительный билет в спортивный комплекс Олимпийский. Пойдете туда и круто проведете время. Я вас, друзья мои, верю. Завтра, кстати, вы узнаете, куда уехал велосипед из нашего интерактива. Узнаете, к чему может привести одна единственная оставленная закладка. А также сможете задать любые вопросы наркологу. Ну что же, поздравляю победителя. Это был пин-код. Меня зовут Татьяна Матусевич. И мы с вами увидимся завтра на Беларусь-2 на этом же месте в это же время. И смотрите повторы на телеканале Беларусь-2. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok